Он разоружно листал записи, чтобы понять, куда двигаться после того, как остановится механизм. Но в темноте пеной мелькали лишь размытые силуэты рисунков, перла, и перед ней открылись небольшие дверцы. Теперь она двигалась горизонтально по узкому, скудно освещенному туннелю. Въехав в очередное помещение, которое напоминало небольшой склад, здесь было полно всего, и не хватало лишь света, без которого сложно было сориентироваться в пространстве среди нагромождения бочек и железа. Быстро спрятавшись в хламе, я сверился с записями. Кажется, я практически достиг цели. Мне оставалось только пересечь небольшой коридор. И вновь я двинулся в путь, пробираясь сквозь завалы. Едва я приблизился к двери, она внезапно отворилась, и в помещение въехало два механизма с длинными и плоскими штырями спереди. Они подъехали к одному из поддонов с бочками и, подхватив его штырями, направились к выходу. Я выскочил из помещения и помчался дальше. Оказавшись в длинном изогнутом коридоре, я подошел к дверям, на которых не было ручек. В раздумьях я остановился перед ними, но тут под ногами слегка продавилась одна из железных плит, из которых был сделан пол. Двери разъехались в стороны, и я проскочил внутрь. Занятый мыслями о необыкновенном механизме, открывающем двери, я не сразу осознал, где нахожусь. Меня окружили несметное богатство и редкие вещи, аккуратно расставленные и разложенные по всему помещению. Вероятно, они были доставлены сюда с остальных кораблей. Множество занятных вещиц привлекало мое внимание, но во всем этом, по сути, ненужном сейчас хламе, выделялась только одна — картина с изображением клинка. Я подошел ближе и взял ее с подставки. Треснутое стекло поверх холста начало осыпаться. Дьявол! Стекло не могло больше держаться, и его пришлось вынимать кусок за куском. Потеряв защитный слой, холст больше не мог держаться в рамке, и мне пришло решение достать его. Освободив холст, я взглянул на его обратную сторону. Там была карта, в центре которой имелось небольшое отверстие, проделанное, видимо, острой ногой механизма. Не было времени подробно изучить карту, но одно я понял точно. На ней отмечено местонахождение клинка. Неужели он все-таки был реален, и я мог найти его? Мысль об этом на какое-то время опьянила меня, но пора было как-то выбираться отсюда. Скрутив карту в рулон и убрав ее за пазуху, я принялся изучать записи. Надо было продолжить дальнейший путь к живому механизму. Оставалось совсем немного преодолеть городскую площадь и проникнуть в главную башню, на вершине которой и находился интересующий меня объект. Даниэль описал мне два возможных пути развития событий. Сперва следовало попробовать сделать несколько переключений внутри механизма, тем самым перезапустив его. Но если это не сработает, то оставалось только взорвать устройство. В башне был заранее установлен заряд для защиты механизма от возможных нападений. Вряд ли Даниэль мог предполагать, что придется использовать его подобным образом. Итак, картина вновь была у меня. И эта мысль грела изнутри. Я ощущал легкий трепет и прилив сил. Теперь у меня был стимул двигаться дальше. Мне предстояло преодолеть центральную площадь города. По словам Даниэля Хорнсби, там для меня ничто не представляло опасности, если только я сам во что-нибудь не ввяжусь. Но до туда нужно было сперва добраться. Я пробирался по очередному воздуховоду, пока он не сузился до той степени, что по нему стало невозможно двигаться, а потом свернул в другой проход и выполз в огромный резервуар с водой. Сверху, сквозь небольшой люк, размером с голову человека, пробивались полоски света. В них я разглядел несколько вентилей рядом с лестницей, уходящей под воду. Я встал на лестницу и повернул один из вентилей. Сначала ничего не произошло, но через некоторое время что-то зашумело за стеной. Я повернул второй вентиль. Из-под воды почти сразу вырвался огромный пузырь воздуха, и уровень жидкости стал медленно понижаться. Ступенька за ступенькой лестница появлялась из воды, и я начал медленно спускаться вниз. Когда резервуар опустел, сквозь слабый свет мне показался люк в стене, а рядом с ним еще один вентиль. Повернув его, я отворил заслонку. Меня встретила темнота. Я полз по трубе вверх и немного наискосок, опасаясь наткнуться на очередной тупик. К счастью, впереди разлился спасительный свет. Надо мной была решетка. Оставалось лишь надеяться, что там не заперто. Огромная тяжелая крышка люка, испещренная множеством мелких отверстий, просто лежала сверху. Но от своей тяжести казалась неподъемной. Мне пришлось потратить почти все силы, поднимая ее и сдвигая вбок, чтобы образовался проход. Над головой сияло все то же яркое солнце, ослепившее меня. Как только глаза привыкли к яркому свету, я смог восхититься центральной площадью, на которой теперь находился. Возле меня стоял фонтан со спиралевидными, витиеватыми металлическими фигурами, из которых вытекала вода. Сверху, по железным канатам, натянутым на вершины зданий, проскальзывали шары, напоминающие подводный аппарат, украденный шрамом из этих мест. Позади меня находилась трехэтажная башня, на вершине которой был изображен какой-то знак. Его значение было мне неизвестно, и в записях о нем тоже не упоминалось. По площади, не обращая на меня никакого внимания, перемещались несколько творений Даниэля Хорнсби. Они напоминали обычных людей, типичных городских жителей. Вдалеке, сквозь марево от разогретого на солнце металла, виднелась башня, в которую мне предстояло подняться, воспользовавшись одним из металлических шаров. Зайдя в будку, расположенную на площади, я воспользовался схемой Хорнсби и повернул несколько маленьких железных рычажков. Через несколько мгновений на площадь спустился один из железных шаров. Я вышел из будки и направился к нему. Тут же в открывшуюся дверь с огромной скоростью влетел один из жителей города. Механизм состоял из тонких и продолговатых железных колб и напоминал тощего человека. Я зашел в шар и сел напротив. Тощий механизм взглянул на меня, неестественно повернув голову. Видимо, я заинтересовал его, потому что он довольно долго держал на мне холодный взгляд. Но, кажется, кроме любопытства, больше никаких эмоций я не вызывал, и мой попутчик для меня был не опасен. Железный шар начал подыматься. С противоположной стороны от двери находилось окно. Мимо нас проплывали куполообразные верхушки зданий, и был виден весь необычайно интересный город, который вводил меня в состояние восторга. Сколько интересных мест, вещей и событий увидел и пережил я за последнее время. Думал я, пока железный шар двигался к центральной башне. Что еще ждало меня впереди? Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как шар доехал до места и остановился. Дверь открылась, и мой попутчик с той же неестественностью вышел наружу. Мы оказались на специальной площадке на вершине башни, неподалеку от входа. Я с трудом заставил себя посмотреть вниз. Жара от раскаленного на солнце металла была невероятной. Немного спасали лишь сильные порывы ветра. Последовав за длинным человекообразным механизмом, я подошел к дверям. Он проскочил внутрь башни, а мне же пришлось быть более осмотрительным. Спешить здесь было нельзя. Следовало обдумывать каждое действие. Я подошел к краю высокой железной двери, которая была открыта, и заглянул внутрь. За ней был довольно длинный и хорошо освещенный коридор. Здесь оказалось прохладно и свежо, а за множеством дверей, расположенных вдоль стен, раздавался гул работающих механизмов. Вдалеке мелькнул силуэт худощавого. Он зашел в какую-то комнату, расположенную возле лестницы. Открыв записи, я увидел, что эта лестница была последним этапом моего пути. Я подошел к ней, и из комнаты тут же вышел мой попутчик. Остановившись, он взглянул на меня, а затем начал подниматься по лестнице и исчез за дверью, которая, согласно маршруту, вела к главному, разумному механизму. Я, слегка замешкавшись, последовал за ним. Дверь отворилась сама, как будто знала о моем появлении. Заглянув внутрь и пройдя несколько шагов вдоль железных полок, загроможденных какими-то металлическими коробками, я увидел его. Разумный механизм сидел на некоем подобии трона посередине помещения. Он напоминал металлического человека, окутанного железными веревками, которые торчали из неестественно большой овальной головы, державшейся на специальных крепежах. Худощавый механизм, практически сопровождавший меня до этого места, стоял рядом с ним. Стараясь быть незаметным, я начал аккуратно продвигаться по комнате к шкафу, при помощи которого можно было перезапустить механизм. Но разумный механизм все-таки обратил на меня внимание и издал странный неприятный звук, вероятно, обозначавший тревогу. А худощавый направился в мою сторону. Не став выяснять, какие у него были намерения, я схватил железную трубу, стоявшую рядом, и со всего размаху ударил по нему сбоку. Отлетев, он с искрами ударился о стену. В коридоре послышался какой-то шум. Я не стал дожидаться подмоги и завалил дверь одной из железных полок, после чего направился к шкафу. Мыслящий механизм продолжал противно сигналить. Открыв дверцу шкафа, я увидел внутри лишь один рычаг. Не без усилий я дернул его. Раздался странный щелчок. Погас свет, и механизм замолчал. Я действовал дальше по инструкции, не имея ни малейшего представления о том, что конкретно я делаю. После того, как я выполнил все указания Хорнсби, нужно было вновь поднять рычаг. В результате этих манипуляций клетки должны были открыться и освободить моих людей. На случай, если после включения рубильника окажется, что механизм не перезапустился, я подготовил взрывные шашки. Мне также пришлось заранее продумать, как убраться отсюда, если все пойдет по неблагоприятному сценарию, Впрочем, ответ на этот вопрос явился сам собой. На одной из стен я увидел рисунок какого-то крыла с надписью «Летательный аппарат». Я осмотрел жилище разумного механизма и в одном из закутков обнаружил саму конструкцию. Она представляла собой треугольное крыло, в нижней части которого имелись крепежи. «Нет», — подумал я, — «буду надеяться на другие пути отхода». Вернувшись обратно к рычагу, я взялся за рукоять и начал медленно поднимать его кверху. И как только рычаг уперся в железный зажим, раздался треск и посыпались искры. Разумный механизм ожил, но не шевелился и не сдавал никаких звуков. Так прошло некоторое время. Я ждал, что произойдет дальше. Разбирать завал у входа я пока не стал, поскольку думал, что это еще небезопасно, и не ошибся. Разумный механизм вновь начал издавать неприятный звук. За завалом раздался шум, и я понял, что охрана активизировалась и снова пыталась пробраться внутрь. Значит, первый вариант не сработал. В страхе я слегка растерялся. Но потом включился инстинкт самосохранения. Я знал, что нужно было делать, но почему-то медлил с реализацией этого сценария. Не хотелось заканчивать все вот так. Однако, похоже, другого выхода не было. Поставив ящик с шашками возле механизма, я взял одну из них и подошел к летательному аппарату. Вздохнув, я открыл широкий люк к стене, и меня тут же пошатнуло порывом ветра. Выволакивая летательный аппарат на небольшую площадку далеко внизу, я заметил свой корабль Black Seagal. Она выплывала из железного города и казалась совсем крохотной. Корабли команда были свободны. Оставалось спуститься к ним. Стражники уже практически пробрались сквозь завал. Стоя возле люка и закрепившись на летательном аппарате, я повернул край шашки, отчего она вспыхнула. Бросив ее в ящик к остальным, я толкнул летательный аппарат на площадку. Но не успел я толком подготовиться к прыжку, как крыло подхватило ветром и подняло в воздух. Я не мог сдержать крика. Крыло завертело в воздухе. Мир закружился перед глазами. Когда, наконец, меня перестало мотать, я с трудом осознал, что летательный аппарат действительно работает, и я лечу. Я абсолютно не понимал, как нужно управлять этим устройством, и оно просто несло меня вдаль. Позади раздался оглушительный взрыв. Обернувшись, я увидел, что огромную башню разнесло на куски, а средняя ее часть падает прямо на город. От этого остальные высокие железные башни начали рушиться. Город был обречен. Надеюсь, Даниэль смог выбраться из тюрьмы и спастись. Внизу вновь показался мой корабль. Надеюсь, меня заметили и смогут где-нибудь подобрать, если, конечно, я не расшибусь при приземлении. Но корабль плыл слишком медленно и уже превращался в песчинку, а меня уносило все выше и выше. Глава тринадцатая. Зомби. Даниэль Хорнсби сидел за столом и думал о человеке, так внезапно появившемся по ту сторону решетки. Он хорошо понимал механику, но абсолютно не разбирался в людях. Сможет ли этот незнакомец добраться до киберразума, управляющего городом? Полагаться на чужие силы было глупо. Но Хорнсби так четко и подробно расписал путь, что не мог не надеяться на успешный исход этого предприятия. Он уже давно рассчитал время, которое понадобится для преодоления маршрута, и теперь с нетерпением поглядывал на часы. Ожидая, Даниэль допускал и самый плохой исход. Человек, направлявшийся освободить пленников, возможно, уничтожит и механизм, и их всех. Но ученый старался гнать от себя эти мысли. Ему тяжело было бездействовать, да и выдерживать пребывание в этой тесной камере с каждой минутой становилось все труднее. Он осознал свои ошибки и готов был их исправить. Наступило назначенное время, но ничего не произошло. Даниэль понял, что все кончено. Что случилось с незнакомцем? Куда он пропал? Жив ли он? Гадать было бессмысленно. Даниэль в сотый раз прошелся по камере и снова сел на стул. Упершись локтями в колени и закрыв лицо ладонями, он тяжело вздохнул. В ту же секунду погас свет. Не может быть, — тихо произнес он. Незнакомец все-таки добрался. Возможно, ему удалось обезвредить киберразум. А может быть, он сейчас как раз занят этим? Даниэль снова обрел надежду на благополучный исход предприятия. Свет опять зажегся. Затем отворились решетки. Даниэль вышел из камеры и заглянул в соседнюю, в которой находились пленники. Они лежали в металлических кофрах, по форме напоминавших гробы с небольшими окошками напротив лиц. По специальным трубкам внутрь подавался кислород и снотворное. Но сейчас крышки были открыты, и сонные пленники поднимались из своих саркофагов, с недоумением оглядываясь и пытаясь понять, что произошло и где они находятся. Потребовалось несколько минут, чтобы люди пришли в себя. Даниэль коротко рассказал им о случившемся. В числе очнувшихся был и друид. Он быстро сориентировался в происходящем и предложил перейти к делу. Когда освободившиеся пленники покинули камеру, один из механических охранников, доселе лежавший без движения у входа, задвигался, встал и предпринял попытку задержать беглецов. Мужчины легко справились с ним голыми руками, превысив число. Они превратили боевого робота в груду металлолома. Время шло. Даниэль понимал, что незнакомцу удалось отключить системы разумного механизма, и теперь он должен перейти ко второй части плана — взрыву главной башни. Под градом тяжелых обломков, падающих с огромной высоты, им не поздоровится, поэтому нужно было поскорей покинуть город. Даниэль спешно вывел людей к докам, где они без труда нашли свой корабль. Хорнцби, не теряя времени даром, попросился на борт. Друид, оценивающий, посмотрел на него и сказал остальным, что этот человек будет полезен для команды. С этим никто не спорил. Когда корабль покидал доки, команда устремила взгляд в сторону башни, откуда доносились странные звуки. Из окна под самой крышей вылетело что-то черное, похожее на огромную птицу, и взвелось в небо. «Там ваш человек», указав на летящий аппарат, сказал Хорнцби. Через мгновение башня взорвалась. Множество обломков полетело вниз. Падая, они увлекали за собой соседние ниже стоящие башни. Город рушился на глазах у матросов. Падая в море и ударяясь об воду, стены башен поднимали огромные волны. Корабль двигался прочь, в том же направлении, в каком летел Леонард. «Куда он направился?» спросил у Даниэля, стоящий рядом матрос, со шрамом на лице. «Мне это неизвестно, но, кажется, он не может управлять летательным устройством. Мы должны последовать за ним на корабле, но будьте готовы к тому, что, возможно, мы больше не увидим его живым». Меня несло ввысь. Было сложно поверить, что я лечу. Я старался не думать о предстоящем приземлении и пытался наслаждаться полетом. Корабль скрылся из виду за облаками. Я потерял ориентацию в пространстве и боялся налететь на гору или какую-нибудь высокую башню. Облака вокруг меня долгое время не рассеивались и продолжали густеть и темнеть. Я подумал, что рискую оказаться в эпицентре грозы. От холодного ветра руки онемели и потеряли чувствительность. К счастью, через некоторое время облака начали рассеиваться. Как оказалось, уже наступил поздний вечер. Теперь я двигался на небольшой высоте, возможно, из-за того, что ветер практически стих. Впереди виднелись горы, а подо мной был лес с множеством полян, рек и болот. Ни разу в жизни я не видел землю с такой высоты. Я с интересом рассматривал ландшафты, простиравшиеся внизу. В какой-то момент я почувствовал, что мой полет подходит к концу. Летательный аппарат стал стремительно снижаться. Впереди перед собой я увидел населенный пункт, окруженный лесом. В густеющих сумерках мне привиделись огни на его улицах. Но, по моим ощущениям, долететь до поселка мне было не суждено. Мой летательный аппарат все больше кренился к земле и лес стремительно приближался. Я уже смирился с падением в чащу и все четче и четче видел кроны набегающих деревьев. Неожиданно передо мной вырос большой дом. Как я ни пытался, столкновения избежать не удавалось. Последнюю секунду мой аппарат резко взмыл в воздух. Казалось, он не хотел сдаваться и вознамерился продолжить полет, но земля все же притянула его к себе. Аппарат вошел в штопор, на большой скорости проломил крышу дома и рухнул вниз, увлекая меня за собой. Посередине ледяной пещеры в большую глыбу прозрачного льда прочно вмерз клинок. Здесь было невероятно холодно. Так холодно, что воздух казался плотным, замороженным до состояния льда. На глыбу откуда-то сверху падал солнечный луч, подсвечивая клинок и подчеркивая его невероятную красоту. Желание завладеть им перебивало любые другие желания и мысли. Я чувствовал себя ребенком, которого манил сладкий леденец. Восторг переполнял меня, нарастал. Но краски смазались, видение отступило. Я медленно открыл глаза. Единственное, что я чувствовал, дикая боль в голове. Постепенно я почувствовал болевые ощущения и в других частях тела. Шевельнувшись, я съехал с обломков на деревянный пол и попытался подняться, кряхтя от боли. Перед глазами все плыло. Присев и навалившись спиной на обломки, я начал приходить в себя. Голова продолжала немного кружиться, и, пощупав рукой затылок, я обнаружил на ладони кровь. Лицо тоже, кажется, было разбито, а руки, плечи и колени покрыты многочисленными ссадинами. И что за видение про клинок посетило меня? Ощупав тело на предмет переломов и не найдя их, я немного успокоился и вспомнил про карту. Развернув холст с картиной, я в очередной раз полюбовался клинком. Созерцание этого совершенного оружия придало мне сил. Перевернув холст, я взглянул на карту, но не мог сосредоточиться на ее деталях. Успокоив себя тем, что карта цела, я вновь убрал ее обратно. «Нужно подниматься», — уговаривал я себя. Меня интересовало, насколько далеко меня отнесло от моря и от моей команды. Во время полета я успел заметить, что наш корабль отошел из доков и направился следом за мной. Смогут ли мои люди найти меня? Потом возник еще один вопрос. Интересно, чей это дом и где его хозяева? Продолжая сидеть, я поднял голову. В крыше зияла дыра, проделанная мною. Слегка подавшись вперед, я увидел сквозь нее месяц, который являлся для меня сейчас единственным источником света. Сделав еще пару глубоких вдохов, я поднялся. Нужно было найти выход. Двинувшись в темноту, я наткнулся на лестницу, ведущую вниз. На втором этаже было пусто и темно. Я двигался на ощупь. Когда голова коснулась какого-то болтающегося на крюке предмета, это была лампа. Я зажег ее, и дом наполнился светом. При свете найти лестницу, ведущую на первый этаж, в огромный пустой зал не составляло труда. Дом казался старым и заброшенным. Окна и входная дверь были заколочены. Мое внимание привлекли большие комнаты с сорванными с петель дверьми. Заглянув в одну из них, я увидел множество ящиков с оружием. Здесь были различные пистолеты, мушкеты, бочки с порохом и масса патронов. Осмотрев оружие, я пришел к заключению, что оно годно к стрельбе. Взяв себе пару пистолетов и шпагу, я почувствовал себя спокойнее. Можно было продолжить осмотр этого мрачного дома. Осмотрев первый этаж, я наткнулся на баррикады. Кто-то явно оборонялся от опасности, сходящейся наружу. Окна были заколочены, в рамах виднелось множество пулевых отверстий. Черт возьми! Похоже, здесь разворачивались настоящие военные действия. Владелец этого дома кому-то явно насолил. Краем глаза я заметил тень, мелькнувшую на втором этаже. Возможно, это и есть хозяин. Не сводя глаз с коридора, я приготовил пистолет и начал медленно подниматься наверх. Давящую тишину нарушал скрип высохших деревянных ступеней под моими ногами. Поднявшись наверх, я замер, глядя на силуэт в конце коридора, четко вырисовывающийся на фоне окна. Не шелохнувшись, он стоял там, а меня тем временем сковывало напряжение. Я огляделся, чтобы посмотреть, нет ли здесь еще кого-либо, а когда вновь посмотрел на человека, в его позе произошли изменения. Человек стоял, наклонив голову на бок. Я не мог понять, смотрел ли он в мою сторону. Казалось, ноги приросли к полу. Я с трудом заставил себя сделать первый шаг. Аккуратно продвигаясь к силуэту, я разглядел на нем черный балахон, длиной до самого пола. На голове у него был надет капюшон. Когда я медленно приближался, одна из досок под ногами предательски скрипнула, и человек, стоявший уже в нескольких шагах от меня, резко вздрогнул и повернулся. Мне стало видно его искаженное ужасом лицо, длинные черные волосы, выбивающиеся из-под капюшона. Кажется, это была женщина. Вытянув перед собой руки, похожие на руки трупа, она навострила свои длинные, уродливые ноги и, издав шипящий звук, перерастающий в виск, поковыляла ко мне. От страха я нажал на спусковой крючок и пистолет выстрелил. Странное существо остановилось, но из пулевого ранения на его теле вместо крови вылетела пыль. Я не верил своим глазам. Женщина продолжала стоять, и, кажется, ранение ее только разозлило. Она вновь начала приближаться. Бросив пистолет, я выхватил шпагу и махнул перед собой. Клинок перерубил ей шею, и голова упала назад, и осталось висеть в капюшоне. А безжизненное тело продолжало двигаться на меня, вытянув руки вперед, не выдержав. Я толкнул идущее на меня безголовое тело ногой. От этого оно неуклюже потопало назад вдоль коридора, пытаясь удержаться на ногах, пока не натолкнулось на окно и, разбив стекло, не выпало наружу. Медленно подойдя к окну, я глянул вниз, но тела там уже не было. Дьявольщина! Что здесь происходит? Перезарядив оружие, я продолжил осматривать дом, надеясь не наткнуться на очередную нечисть. Спустившись на первый этаж, я прислушался. Было тихо, но от этой тишины становилось жутко, как будто все замерло в предвкушении чего-то. Затишье перед бурей. Так и оказалось. Тишине не пришлось долго царить в этом доме. Из коридора на первом этаже раздалось скрежетание, как будто кто-то отрывал прибитые доски. Неужели это снова та женщина? Достав пистолет, я побежал на шум. В конце коридора, по ту сторону окна, я увидел мертвое лицо со странным красно-фиолетовым свечением в глазах. Получеловек-полутруп пытался оторвать доски, чтобы пробраться внутрь. Я выстрелил ему в голову из пистолета. Он отлетел назад и, кажется, умер во второй раз. Но рядом с ним я разглядел еще двоих. Просунув пистолет в щель между досок, я выстрелил в одного и попал ему в плечо. Казалось, его это даже не побеспокоило. Он продолжил движение к дому, издавая сдавленный звук, похожий на мычание. Патронов у меня больше не было. Выхватив шпагу, я подождал, когда человек приблизится к окну и проткнул ему грудь. Но, схватившись за рукоять, он вырвал оружие из моих рук, и оно осталось торчать у него в груди. Я огляделся в поисках подходящей замены. Возле окна лежали доски и ящик с гвоздями и молотком. Оторвав одно из досок, третий мертвец просунул голову в образовавшийся проем. Получив от меня молотком по голове, он безжизненно повис, перегнувшись через подоконник. Обежав за оружием, я выскочил в большой зал и увидел, что окна и входную дверь штурмует новая нечисть. Объятый ужасом, я схватил в комнате с оружием несколько мушкетов и, вернувшись в зал, начал отстреливаться от осаждавших. Их было около дюжины, и им удалось разломать доски на одном из окон. Едва успевая менять мушкеты, я отстреливал нечисть, прущую на меня из окна. Они уже прорвались в дом, и мне стали видны их искореженные смертью лица и горящие голодные глаза. Схватив очередной мушкет и нажав на курок, я не услышал выстрела. Оружие оказалось незаряженным. Ударив, Петт вернулся к складу с оружием. Забежав в комнату, я хватал любую пушку, попадавшую под руку, и отстреливал мертвецов, медленно и неуклюже приближающихся ко мне. Наконец, патрон, вылетев из дула мушкета, разнес голову последнего зомби. Упершись прикладом в пол и облокотившись на дуло, я старался перевести дыхание. Что-то подсказывало мне, что это не последний наплыв монстров. Нужно вновь заделать окна и зарядить все оружие. Переведя дух, я принялся заряжать остальное оружие, а затем отправился заколачивать окна и двери. Пространство снаружи казалось еще более жутким, чем внутри дома. Туман обволакивал голые деревья, которые пугающе раскинули свои ветви в стороны. За ними была густая темнота, гипнотизирующая своей пустотой. Казалось, из нее вот-вот кто-нибудь появится. Заголотив окна и двери, я поднялся на чердак, а затем вылез на крышу, выбив маленькое окошко. Стараясь не делать резких движений и держась за конек, я оглядел пространство перед домом. Света неполной луны не хватало, чтобы рассмотреть все как следует. Вот, пройдясь вдоль по крыше, я заметил свет. Это вдалеке за деревьями виднелись дома. По всей видимости, это был тот маленький городок, который я видел сверху. Мне нужно было попасть туда, чтобы спастись. Но удастся ли мне преодолеть это расстояние в темноте по незнакомой местности кишащей мертвецами? Наверное, пока придется держать оборону в этом доме. Неподалеку я увидел сарай, от которого к крыше дома тянулась туго натянутая веревка. Тишина вновь начала угнетать. Не было слышно даже дуновения ветра. Вдруг вдалеке раздался страшный рев, отдаленно напоминавший иступленный человеческий крик. Этот далекий звук был такой силы, что, казалось, все мировое зло скопилось в одном месте, в одном человеке, в одном существе. Скоро этот смех раздался совсем рядом с домом, и с темноты вновь хлынули ходячие мертвецы. На сей раз их было вдвое больше, и сомнений у меня не возникло. Они пришли забрать мою жизнь. Я отстреливал их, сидя на крыше. Мертвецы двигались довольно неуклюже. Они шли к дому, хромая или опираясь на лопаты, которыми они были вооружены. Несмотря на это, зомби оставались опасными, поскольку ранения в туловище и конечности не останавливали их, и лишь получая пулю в голову, они падали и больше не вставали. Когда несколько этих тварей вплотную приблизились к дому, я уже не мог их достать. К тому же у меня кончались пули, и мне пришлось отступить. На первом этаже все повторилось снова. Мертвецы уже практически разобрали заграждение. Хватая мушкеты по очереди, я стрелял в щели между досок, пытаясь истребить нечисть. Запасы заряженного оружия кончались, а мертвецы меж тем проломили остатки досок на окнах. По всей видимости, из леса пришло очередное подкрепление этой армии мертвецов. Поэтому я решил отступить наверх, прихватив остатки заряженного оружия. Мне ничего не оставалось, как снова подняться на самую крышу. На нее вело только маленькое окно, через которое можно было легко сдерживать наплыв врагов. Уже на крыше меня посетила другая идея. Пока все мертвецы находятся в доме и пытаются неуклюже пролезть в маленькое окошко, я могу воспользоваться веревкой и перебраться по ней в сарай. Нырнув под конек, я перекинул через веревку мушкет и обхватил его с обеих сторон. Мушкет заскользил вниз. Из леса к дому продолжали пребывать мертвецы. Заметив меня, едущего по веревке, они потянули ко мне свои руки. Их пальцы касались кончиков моих сапог. Веревка вела прямо в открытое окно сарая и, разогнавшись, я с приличной скоростью влетел в него и упал на сено. Я поднялся на ноги и услышал чавканье, которое перемежалось с лошадиным ржанием. Аккуратно выглянув из-за стога, я увидел мертвеца, склонившегося над лошадиным трупом. Брюхо животного было разорвано, и мертвец, копаясь в нем, доставал кишки окровавленными руками и клал себе в рот. На лице полутрупа не было абсолютно никаких эмоций. Но, услышав подозрительные звуки, он огляделся и издал настороженный рык. Послушав тишину, он вернулся к своей жуткой трапезе. Вновь раздалось беспокойное ржание, и шум в стоили. Одна из лошадей была еще жива. Я хотел медленно прокрасться к ней, но за дверями послышались приближающиеся шаркающие шаги мертвецов. Через мгновение по большим дверям сарая застучали кулаки. Я приблизился к стоилу. Лошадь испуганно отшатнулась. Я взял ее за удила, и, отвязывая их, погладил животное по узкой морде. Лошадь приняла мои прикосновения и успокоилась. Стараясь не шуметь, я открыл стоило и выпустил животное наружу. Еще через секунду я уже сидел верхом и подгонял лошадь к выходу из сарая. Поравнявшись с мертвецом, кобыла повернулась к нему крупом и легнула. От мощного удара усопшее тело взвелось в воздух и осело в нескольких метрах от нас, тут же рассыпавшись в труху. Двери амбара отворились под натиском мертвецов. Резвая кобыла вмиг набрала большую скорость и грудью раскидала всех, кто стоял на ее пути. Выхватив шпагу, я мягко пришпорил лошадь, и мы понеслись сквозь толпу оживших трупов, перерубая и расталкивая их на ходу. Впереди был небольшой кусок леса, за которым находился городок. «Вперед! За капитаном, спасшим наши жизни!» кричал шрам рулевому. «Лево руля!» Корабль направлялся за точкой в небе, которая набирала высоту и с минуту на минуту должна была скрыться в облаках. Команда надеялась, что она не поменяет траекторию полета. «Этот аппарат не был испытан, и я сильно удивлен, что он поднялся так высоко в небо», сказал Даниэль Друиду, который внимательно его выслушал и о чем-то глубоко задумался. Перекинувшись несколькими фразами с Даниэлем, Гибдор удалился на нижнюю палубу для размышлений. Он почувствовал тревогу. У него возникло смутное предчувствие смертельной опасности. Он не стал ничего говорить остальным, чтобы не поднимать панику или даже бунт на корабле. Остальная команда была занята рутинными делами и не думала о том, куда они могут приплыть и на кого наткнуться во время пути. Даниэль на карте показал людям месторасположение железного острова, откуда они и построили свой маршрут. Наступал вечер, а корабль так и не догнал точку в небе и теперь направлялся в неизведанные земли, туда, где не бывал ни один из пиратов, Блэк Сигал. Практически стемнело. Над водой начал стелиться туман и впереди показалась черная полоска берега. Этот неприветливый пейзаж вызвал у матросов смутное чувство страха. «Эти земли мертвы!» — закричал один из старых пиратов. «Отставить страх! Своей дрожью вы раскачиваете корабль!» С сарказмом промолвил Шрам. Вудс Роджерс стоял рядом и смотрел вдаль. На его лице застыла дьявольская ухмылка. Корабль встал на якорь, оставив дозорных и прихватив с собой оружие. Команда спустила шлюпки и баркасы на воду и отправилась на берег. Туман вокруг них поднялся выше человеческого роста. На берегу команду встретил лес. Он был практически голым. «Жуткое место!» промолвил кто-то. Достав оружие, все медленно двинулись вперед. Туман стал настолько густым, что пришлось зажечь факелы, иначе невозможно было разглядеть пространство перед собой. Они углублялись в лес и вскоре не могли не заметить, что туман начал рассеиваться, а на деревьях стали появляться листья. Это успокоило команду. Двигаясь вперед, они оставляли зарубки на деревьях, чтобы вернуться обратно на корабль, когда поиски будут прекращены. Незапно Гибдор услышал приближающуюся опасность. Через секунду ее услышали и все остальные. Небывалый по мощности рев вдруг донесся до них. Еще никому не доводилось слышать нечто подобное, и люди в страхе остановились. — Что-то подсказывает мне, что Леонард там, — сказал друид, и все обратили на него внимание. — Надеюсь, он еще жив. Лошадь неслась вперед. Было страшно и опасно скакать по темноте, но останавливаться было еще страшнее. Мысль о том, что меня преследуют полчища мертвецов, пульсировала в моем сознании. И чей это был рев, который я услышал, сидя на крыше? Он явно не походил на рев животного. Мысли и догадки роились в моей голове, и я чувствовал охватившую меня панику. Если команда все же последовала за мной и не сбилась с курса, то они могут наткнуться на мертвецов и на этого свирепого монстра. Что же делать? Как спастись самому и сделать так, чтобы команда не напоролась на чудовище? Я не знал ответа на эти вопросы, поэтому просто продолжал скакать вперед. Впереди показались дома, и стали видны редкие огни. Интересно, в городке остались жители? И в курсе ли они, какая угроза к ним надвигается? Лошадь вынесла меня на центральную улицу, на которой была расположена основная часть домов. Свет, привлекший мое внимание, исходил от нескольких костров, разожженных прямо на улице. Проскакав город насквозь, я остановился на окраине. В ходе этого пути я увидел, что окна на домах были заколочены и казались заброшенными, как тот дом в лесу, из которого я выбрался. За городком начинался лес. Я различил и очертания горы вдалеке. Жуткое место. Может осмотреть хотя бы пару домов. Вдруг там есть уцелевшее? И найдется укрытие, где можно будет затаиться? Я слез с лошади и, взяв ее за удела, направился к ближайшему дому. На пороге меня встретила груда обглоданных костей, на которых болтались сгнившие куски мяса. Вероятно, это бывшие жильцы, послужившие обедом мертвецам. Похоже, город все-таки мертв, и если здесь остаться, то можно подбросить костей в его копилку. Переходя от дома к дому, я пытался найти хоть какое-нибудь убежище, но ветхие дома не могли служить крепостью и сдерживать осаду большого количества врагов. Я не знал, что делать и куда нужно следовать дальше, поэтому просто двигался в центр городка. Оружия у меня было мало. Отмахиваться от мертвецов шпагой долго не получится. Я начал отчаиваться. Вдалеке послышался все тот же неестественный дикый смех, пробиравший меня до костей. Смех и мычание нарастали, приближались, и я подумал, это конец. Вот живые мертвецы уже показались на окраине города и, увидев меня, заковыляли быстрее. Лошадь не желала сдаваться, перетаптывалась и тянула меня в сторону, но я стоял как вкопанный, завороженный этим страшным зрелищем приближение орды ходячих трупов. Мертвецы были все ближе. Уже были видны их светящиеся глаза, как вдруг где-то вдалеке раздался топот копыт и ржание. Еще лошадь! Как она выжила в этих местах! Обернувшись, я увидел в зловещей темноте еле различимый силуэт лошади и всадника на ней. К темной фигуре с обеих сторон присоединилось еще две. Не раздумывая, я вскочил на лошадь и поскакал к ним. Приближаясь, я увидел, что люди вооружены мушкетами, направленными прямо на меня. «Стой!» «Зомби?» Негромко спросил мужчина в широкополой шляпе. «Нет!» Не раздумывая, ответил я. «Ты здесь один?» «Если не считать полчища монстров за моей спиной!» Двумя другими всадниками оказались молодые люди. Юноша! И что меня удивила, девушка! «Это и есть помощь?» Спросила она, обращаясь к мужчине. «Не знаю. Здесь оставаться опасно. Быстро в лагерь!» Скомандовал он. «Следуй за нами!» Сказала девушка, повернувшись ко мне в полоборота. Поскольку мертвецы были уже рядом, мне ничего не оставалось, как последовать за всадниками, надеясь найти убежище в их лагере. Как только мы поскакали, мертвецы ускорились и какое-то время преследовали нас. Но они не в силах были тягаться с лошадьми, поэтому мы быстро оторвались от них и скрылись в лесу. Мы мчались по направлению к горе, и сквозь листья и ветки деревьев я видел, как наша цель становилась все ближе и ближе. Лес остался позади. И нас встретил высокодеревянный забор из бревен. Человек в шляпе слез с лошади и, подойдя к воротам, открыл их. Мы проехали внутрь. Оказавшись у подножья горы, я увидел лагерь. Неуклюжая, но все же кажущаяся прочной постройкой из бревен и досок, примыкала к скале. У меня практически не было сомнений, что эта деревянная крепость может выдержать осаду врагов и защитить ее обитателей. Она была уязвима только для огня, которым мертвецы, скорее всего, не обладали. Подъехав к деревянной крепости, я увидел, как медленно отворяется тяжелая входная дверь. Мы спешились и вошли внутрь вместе с лошадьми. Пройдя по небольшому деревянному коридору, мы попали в широкую пещеру в основании горы. Она была освещена факелами. В центре горел костер, а вокруг него сидело несколько человек. На полу располагались деревянные лежаки. В углах пещеры были возведены небольшие комнаты в виде сарайчиков, между которыми пролегали узкие деревянные дорожки. Обернувшись, я увидел, как работает дверной механизм, открывший для нас вход. Щуплый человек стоял на площадке над проходом и опускал дверь при помощи системы блоков и тросов. К нам подошли люди, которые забрали и увели наших лошадей. Остальные, присутствующие тут, заметив меня, начали откровенно глазеть, отчего мне стало не по себе. — Человек! Всего один! — слышались перешептывания и восклицания. — Ты должно быть голоден! — обернувшись, сказал незнакомец в шляпе и пригласил меня к костру. Несколько обитателей лагеря, включая мужчину в шляпе, сидели рядом со мной и смотрели, как я поедаю жареного кролика. Запасов еды практически не осталось. Зомби уничтожили всю живность в округе, а на фрукты и ягоды в этом году не урожай. Мы на грани голода.